Здравствуйте! Вы смотрите программу «Законодатели» в студии Татьяны Молокова. На прошлой неделе состоялась сессия Госсовета Чувашии, на которой депутаты заслушали отчет министра финансов об исполнении бюджета за 2013 год. Перед началом сессии нам удалось узнать мнение руководителей фракций по основному вопросу. Бюджет очень парадоксальный. С одной стороны, у нас увеличились более чем на 9% собственные доходы, увеличились расходы, что хорошо для бюджетной политики. Но с другой стороны, нельзя закрывать глаза на то, что у нас за прошлый год и падение промышленного производства произошло, и серьезное падение в сельском хозяйстве. Как такое могло произойти, когда бюджет, казалось бы, растет, а реальная экономика падает? Это могло произойти по одной простой причине. У нас, к сожалению, бюджет мало связан с реальной экономикой. Это серьезнейшая проблема и республики, и в целом бюджетной политики всей нашей страны. То, что мы отдали в частные руки предприятия, то, что мы живем только за счет нефтегазового комплекса, это сейчас сказывается, к сожалению, и на нашей республике. Мы не можем никак бюджетом помочь нашему реальному сектору экономики, к сожалению. Поэтому, конечно, такая бюджетная политика нас устраивать не может. Нас не может устраивать то, что у нас до сих пор очень низкие социальные пособия. В первую очередь это касается детских пособий, а ведь когда рождается первый ребенок, выплаты буквально минимальные. Хотя мы слышим постоянно, что у нас бюджет социально ориентированный, мы с этим не согласны. Все зависит от пропорции. Говорят, у нас социально ориентированный бюджет, так как больше 70% расходов тратится на социальные нужды. В Татарстане, например, тратится 65% бюджета. Ну и что, разве можно сказать о том, что в Татарстане меньше социальная обеспеченность? Поэтому мы, конечно, будем голосовать против этого бюджета, против утверждения бюджета. Мы выступаем за другую бюджетную политику, которая будет ориентирована и на реальное производство, которая будет ориентирована на повышение уровня жизни населения. Если большинство депутатов к нам прислушается, что было бы хорошо, ничего страшного не произойдет на самом деле. Мы должны будем просто, так сказать, рассмотреть бюджет заново, изменить бюджетную политику. И самое главное, мы дадим четкий сигнал федеральному центру о том, что нас не устраивают такие бюджетные отношения. Я думаю, это было бы очень замечательно, даже в целом не только для нашего региона, но и в целом по стране это дало бы реальный результат. То есть это даст стимул для того, чтобы пересмотреть бюджетную политику в будущем? Это заставит федеральный центр начать, наконец-то, работать на реальный сектор экономики. К сожалению, пока мы ничего, кроме развития нефтегазового комплекса, не видим. А что это даст для республики? Республике, в первую очередь, необходима серьезная дотация развития промышленного производства, вливания из федерального центра, в том числе и в сельское хозяйство, в разы больше, чем то, что мы сейчас имеем. На самом деле, мы, скорее всего, воздержимся по данному законопроекту. Это, скорее всего, наша последовательная позиция по привлечению внимания вообще к эффективности исполнительных бюджетных средств. Понятно, с одной стороны, что данный закон, то, что мы его не утвердим сегодня, как бы, да, там, логических последствий, они непонятны, с одной стороны. Но, с другой стороны, нам хочется привлечь внимание, что бюджет надо использовать намного эффективнее. Почему я так говорю? Потому что сейчас, как известно, бюджет исполняется по принципу программного метода. И, конечно же, нам, депутатам при голосовании, надо уже смотреть не просто на проценты поступления тех или иных видов доходов по бюджету и их расходованию, а именно эффективность тех или иных программных мероприятий. Вот, например, недавно, когда я встречался с людьми, выяснилась такая интересная картина. Получаем федеральные бюджетные деньги, соответственно, они в составе республиканского бюджета тратятся на субсидирование первоначального платежа по лизинговому имуществу, то есть при приучении субъекта малопредпринимательства предметов лизинга. И интересная картина получается. В одном из муниципалитетов получили субсидирование юридическая контора на приобретение мебели, получила автостоянка на строительство крыши над машинами. А производственное предприятие, которое купило производственное оборудование, которое производит реальную продукцию и добавочную стоимость, ему отказали. Причем отказали по формальным признакам из-за того, что не было одной справки из налоговой инспекции. Конечно, такая реализация бюджета нас не устраивает. И здесь хотелось бы привлечь внимание и реально обсудить вот такие вещи. Со своей стороны мы сделали соответствующие запросы. Пока, к сожалению, конкретной фактуры и подтверждения вот такому на бумажном носителе нет. Но будем заниматься с этими вещами. Бюджет 2013 года и, возможно, будут какие-то проблемы с утверждением бюджета 2014 года. Ну, я хотел бы напомнить, что мы практически весь созыв голосуем против утверждения бюджета. Причем мы всегда говорим, что в принципе бюджет сбалансирован, да, он красиво оформлен. Но, с другой стороны, отсутствует внятная стратегия вообще развития региона. И именно по этой причине мы голосуем против. А внятная стратегия, я уже опять же возвращаюсь к тому выражению, это эффективная трата каждого рубля народных денег. То есть денег бюджета. С тем, чтобы каждый рубль приносил максимальный эффект. И соответствующим образом создавал бы вот следующие будущие шаги для того, чтобы дальше развиваться. Андрей Васильевич, скажите, пожалуйста, как Ваша фракция будет оценивать итоги исполнения бюджета за 2013 год? Что касается исполнения бюджета за 2013 год, я скажу, наверное, следующим образом. Собственные доходы увеличили всего лишь бюджет на 9,2%. Это намного меньше, чем реальная инфляция. Это чуть больше, буквально на пару процентов, чем официальная инфляция. Поэтому говорить о том, что идет в республике развитие, скорее всего, идет процесс стагнации. То есть когда у нас по большому счету нет доходной базы своей уверенной, и надо что-то менять. Для этого, я считаю, нужны альтернативные пути развития, нужны новые темы. Которые будут пополнять бюджет в Чувашской республике. И, соответственно, вот я выпустил свою газету, где я как раз и провожу шаги, постепенные шаги, которые необходимо сделать для того, чтобы действительно ситуацию экономическую как-то в республике улучшить. Как Ваша фракция будет голосовать сегодня на сессии? Я бюджет поддержу, потому что на самом деле бюджет был исполнен, претензий к исполнению бюджета нет. Но необходимо менять механизм, механизм, который именно формирует бюджет. Необходимы депутатские программы целевые, чтобы депутаты принимали активное в этом участие. Необходимо, чтобы были депутатские запросы работали, то есть по наказам избирателей. То есть, я считаю, вот эту работу надо соединить, чтобы не было так, чтобы депутатский корпус отдельно, бюджет отдельно. И мы встречаемся, когда нужно его или утвердить, или когда нужно утвердить его исполнение. То есть, в принципе, бюджетная политика фракцию ЛДПР устраивает? Меня данная ситуация, я считаю, что устраивает. Почему? Потому что бюджет фактически исполнен. То есть, формирование бюджета – это другой вопрос. Постоянные споры идут. Постоянно мы будем говорить о том, что целевые программы все-таки должны быть в руках депутатов, а не представители народа. Я просто напомню вам о том, в каких условиях мы принимали бюджет 2013 года. И мы тогда еще констатировали о том, что мы входим в стадию рецессии. Естественно, формирование как доходной части, так и расходной части должны подходить на стороженную. И по итогам уже исполнения бюджета можно сказать о том, что мы были правы. При этом, опять-таки, можно сказать о том, что мы доходную часть бюджета сформировали на 7,4% больше, чем в 2012 году. По расходной части порядка 4 с лишним процентов тоже говорит о том, что мы подошли очень взвешенно и, соответственно, предусмотрели все плановые расходы, которые необходимо было произвести в Чувашской республике. Конечно, говоря о доходной части, нужно сказать о том, что мы, депутаты, внимательно отслеживали, как формируется налоговая база, как формируется налоговое отчисление. И мы рады тому, что те подвижки, которые имеются в экономике, несмотря на трудности, они привели к увеличению налогооблагаемой базы. При этом, хочу сказать, что это увеличение произошло практически без увеличения налоговых ставок. И это результат, опять-таки, увеличения объемов производства, увеличения объемов реализации продукции. Говоря о расходной части, можно сказать о том, что действительно здесь существенная нагрузка ложилась на выполнение огромных проектов, программ, которые были у нас запланированы. Это, прежде всего, выполнение дорожных карт по медикам, дорожных карт по заработной плате, имеется в виду, по медицинским работникам, по работникам образования, культуры и так далее, другим бюджетным работникам. При этом, могу сказать о том, что здесь мы одни из явных лидеров Приворско-федеральном округе. Почему? Потому что мы все показатели дорожной карты выполнили. А сейчас я предлагаю посмотреть репортаж сессии, где основным вопросом стало утверждение проекта республиканского закона об исполнении бюджета Чувашской республики за 2013 год. Документ депутатам представила министр финансов Чуваши Светлана Янилина. Бюджет прошлого года был изучен депутатами достаточно досконально. В течение прошлого года несколько раз вносились изменения, а уже в этом прошли публичные слушания. Доходы казны в 2013 году превысили 35,5 миллиардов рублей. Рост к уровню 2012 года – 7%. Увеличились поступления в казну от налогов на доходы физических лиц, прибыли организации и на имущество. А вот доход от акцизов снизился. Расходы республиканского бюджета исполнили в объеме 36 миллиардов 791 миллион рублей. На 95,5% плановым назначением. Неосвоение – 1 миллиард 738 миллионов рублей. Из них – 519,2 миллиона рублей не до поступления безвозмездных сигнований. В том числе – 507,6 миллионов рублей от Государственной корпорации Фонда содействия реформирования ЖКХ на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в связи с отсутствием фактически выполненных работ. Средства на эти цели в 2014 году уже стали поступать. Были также средства, которые не поступили по линии Минздрава и Минстроя. А некоторые трансферты пришли 31 декабря, когда освоить их было просто нереально. Все эти деньги будут использованы уже в этом году, а значит войдут в отчет за 2014. Оценку бюджету дала и контрольно-счетная палата Чувашия. Была проведена проверка, исполнение бюджета и дано заключение. Исполнение бюджета происходило на фоне как роста, так и снижения основных показателей прогноза социально-экономического развития. Реальные денежные доходы населения в 2013 году увеличились на 5,6% пункта. Индекс потребительских цен снижен на 0,5% пункта. Вместе с тем, недостигнуты прогнозируемые темпы роста промышленного производства, отгруженных товаров, выполненных работ и оказыванных услуг собственными силами. Производство продукции сельского хозяйства и инвестиции в основной капитал. Представители партии как поддерживали, так и критиковали бюджет. И в основном упор они делали на болевых точках, о которых открыто говорят в правительстве республики. Комментируя отчеты, они высказывали и предложение формировать бюджет, ориентируясь на развитие промышленности и привлечение инвестиций. В итоге за отчет по исполнению бюджета проголосовали 36 депутатов. Двое против и пятеро воздержались. В следующий раз депутаты соберутся уже летом. Им предстоит утвердить уточнение бюджета уже 2014 года. А я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин